Ну а сейчас и вы, и я впервые увидим, в каком состоянии осталась наша редакция внутри. Моему коллеге Русалу Смещику удалось пройти внутрь, и сейчас он готов в режиме прямой связи показать нам, какие руины после себя оставили эти варвары и мародёры. Давайте посмотрим. Вот на данный момент эксперты, взрывотехники, криминалисты отработали внутри здания, и сейчас мы попадём внутрь и посмотрим, какому последствия пожара. Сопровождать нас будет замдиректора по производству Максим Денг. Максим был заперт в огненной ловушке на четвёртом этаже. Все видели кадры, когда он весь в копоте. Вот это вот ресепшн, и здесь был один из очагов возгорания. Здесь же как раз нас с Вадимом Ревуном скрутили, бросили на землю, отобрали камеру. Давайте пройдём дальше. Сейчас мы поднимаемся на второй этаж. Там тоже было несколько очагов возгорания. На втором этаже у нас находилась студия, находился не из рума, или журналистка, а по-другому, там, где репортеры пишут свои тексты. А также международная редакция, редакция международных новостей. Вот мы видели с Вадимом, как сюда забегали поджигатели, и через минуту после того, как они отсюда вышли, здесь всё запылало. Боже, какой ужас. Ну вот, на данный момент редакция международных новостей просто уничтожена. Давайте пройдём дальше. Давайте пройдём, посмотрим, во что превратилась студия. Осторожнее, вот сотрудник полиции дал фонарь нам, чтобы удобнее было, безопаснее. Вы видите, везде вода, всё залито. Я прошу оператора следовать за мной. Это наши студийные камеры. То есть они все в копоте, я не знаю, дальше уже техники оценят. Максим, что ты можешь сказать? Ну, она подплавилась, конечно, но будем уже смотреть, когда включат свет. Надеюсь, что оптика не пострадала. Это очень дорогостоящая аппаратура, да, как я понимаю? Это очень дорогостоящая аппаратура. Давайте зайдём в студию. Я прошу группу идти. Ну и смотрите под ноги. Так, ну вот студия. Ну вот в нормальном относительно состоянии. Сейчас, конечно, можем пройти сюда. Здесь забежали наши уважаемые маски. То есть вот сюда проникли злоумышленники. Одна из группы поджигателей, их было несколько. И один из первых очагов, если не самый первый очаг возгорания, был в этом месте. Они залили керосином, сожгли. Максим, ещё раз подойди ближе. Звук. Говорю, здесь, ну, то, что мне рассказали, здесь они забрались на второй этаж, облили керосином полностью весь балкон и подожгли. Поэтому вот пламя было приблизительно вот в этой точке. Сгорела наша аппаратура. Звуковая здесь находилась. Ну, как бы, по сравнению с международным отделом, здесь ещё более-менее как бы отделались, надеюсь, лёгким испугом. Давайте, вы можете видеть использованные огнетушители. Работники студии пытались своими силами погасить пожар, но не удалось. Вот, вот. Давайте пройдём в ньюзрум, так называемую корреспондентскую, где работают репортеры. На третий этаж можно понять, что там где их приют. Давайте взглянем просто. Ну, всё залито водой, но более-менее цело. А теперь давайте поднимемся на третий этаж, вот, как вы видите, нет стёкол от пожара. Они просто лопались. Аккуратнее, смотрите, подвольны. Мы просто разбивали, потому что был большой дым, чтобы люди просто не упорили на газа. потому что мы наблюдали, как вот где-то здесь стёкло от пожара, просто, ну, от жара треслись. Это так называемая монтажка. То есть, здесь монтируются сюжеты. Вот, видите, насколько хорошее. Вот эта монтажка пострадала. вот можно на шею это посмотреть. Максим, скажи, понятно, каков ущерб, прежде всего производственным мощностям, или это пока сложно сказать, потому что надо понять, включить питание и тогда посмотреть уже, насколько большой ущерб. Но то, что если не коснулось как бы в плане студийной техники камеры, экрана, то ну, пока сложно оценить, Руслан, честно. Будем-будем всю ночь здесь дежурить, смотреть и пытаться восстановить. В общем-то нашему коллективу предстоит тяжелая и бессонная ночь. Вот сейчас просто будем разбираться, как нам дальше работать и что у нас пострадало, а что уцелело. что уцелело. Продолжение следует...